Все, все, все. Пожалуйста, пожалуйста, скажите, о чем шла речь? 24 миллиона, это что за цифра? Речь шла о понимании и развитии здравоохранения Республики Калмыкия в части развития всей нашей отрасли здравоохранения Российской Федерации. Я доложил, что мы на сегодняшний день концентрируемся на исполнении дорожной карты, который, это план мероприятий до 2018 года, основные цифры указаны в нем, такие как младенческая смертность, материнская, заболеваемость, смертность от различных причин, ДТП и так далее. Это основной документ, который мы взяли за основу и хотим двигаться, отталкиваясь от него, для чего? Для того, чтобы пониманием со стороны всех руководителей наших учреждений, а также районных учреждений, было бы пониманием того направления, которое выбрано, это должна быть настольная книга, это дорожная карта, на которую будут опираться все. И тогда мы, думаю, если возьмем за основу единый цель, мы будем выполнять задачи в своем направлении по решению этих целей. А цель это снижение смертности, это в любом случае улучшение рождаемости и улучшение демографической ситуации Российской Федерации. На сегодняшний день, ориентированно за 9 месяцев, Россия прошла рубеж, определенный рубеж такой, он может быть и не совсем заметен, но в России рождаемость превысила смертность впервые за многие лет. Примерно радио 8 на 5 тысяч 200 больше детей по сравнению, в плюсе, умерло меньше, а если сравнивать с прошлым годом, то примерно разница около 17 тысяч, значит в прошлом году умерло больше на 12 тысяч людей, убыль населения произошла, а в этом году пошел плюс на 5. Поэтому около 17 тысяч мы вот только за этот год смогли различными мероприятиями, всеми здравоохранения, вот такого результата достичь. Теперь наша задача удержать этот результат и приумножить. 24 миллиона рублей, мы не поняли, сейчас у вас шла речь, 24 миллиона рублей, это что за задолженность? Значит 24 миллиона рублей, это была задолженность при передаче, и вы знаете, что с 1 января 2013 года обязательства местных бюджетов по здравоохранению закончились, и все учреждения с всем комплексом были переданы на республиканский уровень. Теперь это расходные обязательства республиканского бюджета. К сожалению, не все муниципалитеты закрыли свои долги, и теперь этот долг находится как бы в обязательствах уже республики, республики и в частности центральных районных больниц. Долг по зарплате или по коммунальному платежу? Это долги прошлых лет, которые сложились, зарплатного долга там нет, это или налоги, это не раскрутились поставщиками, ГСМ, ну и все прочее, или граноги, газ. В целом все 13 районов муниципальных образований, а Элисты тоже сюда входят? В тот момент, когда мы передавали имущество города Элисты, перед нами была поставлена задача, и была поставлена перед всеми, задача передавать без долгов. Мы передали все учреждения городские без долгов. То есть это все только районный долг, 24 миллиона? 24 миллиона. Мы понимаем, 10 миллионов сейчас свои бюджеты сгашат в этом году? Да, уже погашены. Это 10 миллионов. И 14 миллионов у нас, естественно, сегодня. Они уходят на 14-й год, да? Они уйдут на 14-й год, некоторые долги были сформированы, так сказать, начиная с 6-го года, поэтому долги очень старые. Там идет, и вы, в общем, приняли решение, как я поняла, о реструктуризации этих долгов, чтобы не было тяжелым районом бюджета? Да, совершенно верно, потому что районный бюджет тоже, у них не всегда имеются такие средства. Но они дефицитные ситуации. Да, тем более, что не каждый может долг отдать за тех, кто формировался около 5-7 лет, отдать одномоментно. Конечно, мы это понимаем, хотя было принято более жесткое решение вначале. Теперь же по рекомендации главы и правительства мы решили смягчить это время. И расскажите, что там с орган из сельского района? То есть это вообще перераспределение? Нет, там...